Итак, доброе утро, уважаемые слушатели. Продолжаем, значит, эксперименты по генератору, бестопливным генераторам. Сегодня провел эксперимент по самозапису. И вот что выяснил. Получается, что мотор крутит второй мотор, а потом самого себя со вторым мотором. И еще лампочку, получается, лампочка 100 ватт. Первый мотор. И плюс первый мотор. Но на первый мотор поступает нагрузка от второго. Весь второй еще, это лампочки, еще первая. И эта нагрузка опять идет на генератор. То есть, получается, он должен крутить всю систему, самого себя и всю систему. Он, конечно, немного подогревается. Вот, и полностью такое не может, это невозможно, самого себя и всю систему. Получается, он крутит самого себя и всю систему. А самого себя, самого себя ты не накрутишь. Чем ты больше даешь, как говорится, мощности, тем тебе же самому и нужно. То есть, ну, тем не менее, такой эксперимент я провел, потому что нет пока запчастей, пока, как говорится, заказал. Жду с Китая ионисторы. Батарейки. Пока, пока, значит, с батарейками. Тоже пока нет. Но, тем не менее, что получилось. Получается такая картина при такой. Проверял по счетчику. Счетчик стоит два периода. Два периода не крутит. А крутит один период. То есть, померил, получается, значит, экономится, При такой системе экономится Семьдесят Семьдесят процентов. То есть, две трети. Но, полный запит Сделать при такой системе невозможно. Без ионистора или батареи. Которые будут запасать энергию. То есть, нужно запасать без самозапита. Тогда все получается хорошо. Но, а пока Можно экономить Две трети от всей энергии. Но, идет, конечно, сильный нагрев генератора. Как он сам на сам работает. Ну, нагрев я тоже заказал там на нагрев. Эти самые буду пробовать. Элементы пельтье сверху ставить, Чтобы он не нагревался. Это, в принципе, не проблема. То есть, нужны батареи, А лучше низ. Батарею приобрел С рук. Показывал 12,68. Но, в итоге, оказалось, Не заряжается. И быстро разряд. То есть, емкости там не более Одной десят. Но, это еще мой полбеды. Но, она и не заряжается. Даже через сезон. Сейчас ожидаю ионистера из Китая. После прибытия будем делать... Сейчас ожидаю прибытия ионистеров из Китая. После прибытия будем делать сборку с ионистерами. Опыту. Результаты выложу. С ионистерами должно все нормально быть. Так, мерил до этого, как показывал, что... Вход 200. Выход 800. Сейчас запитывается у меня на 150 по стоянке. Там где-то получается. Выход где-то 400. Вход 150. Вот так вот. То есть, это в 2-3 раза. При полной мощности получается в 3 раза. 4 даже раза. Когда на 230. Но большой грохот пока не включает. Ну вот, в общем, что самое главное, что... Самозапит... Самозапит. Самозапит, можно сказать, как я проверил, невозможен. В принципе, по такой схеме. Может, по другой какой-то схеме. В схеме этой моей самозапит невозможен. Возможно, только экономия 2-3 кей. Что я смог добиться без запчастей. А это самое. Ну, возможно, генератор, что по такой схеме, как ты предлагал, значит. Запасаем. Потом... Одна батарейка, значит... Разрядилась. Включается вторая батарейка. Вторая разрядилась. Включается вот так. То есть, попеременно менять батарейки. Заряжая их там... Разряжая их там не более чем... На 30%. На этом кончаю сегодня передачу. Ждите, значит, ролик с опытами. Уже с ионистом, с Борей. Уже будет, как говорится, более... Более получше. Всего, всего доброго. Итак, доброго здравия, уважаемые слушатели YouTube и смотрители. Значит, продолжаем показывать систему прогенератора. Значит, сегодня, значит, произвел... Произвел... Как у меня еще нету... Янистры из Китая доказал. Батареек нету. Произвожу пока опыты... Как бы стараюсь обойтись без этого. Что в итоге получилось? Получилось вот что. Вот видите, схему, значит... Схема... Питание берем со счетчика. Вот. Так как нету... Как я уже сказал, выше нету... Аккумулятором нету... Аккумулятором сейчас... Один только... Неку запасать. Питание... Берем со счетчика. Дальше идет выпрямитель. На 100... Дальше идет выпрямитель примерно 130. 130... Вольт... Выпрямитель. Так. Что получается? С выпрямителя входит на мотор. С мотора идет на вал. Ну как по той схеме. И генератор тут. Далее идет схема, значит... На потребителя. Потребитель вот видите. Право. И... Тут же параллельно запитывается через диод. Чтоб обратки не было. Чтоб назад не пошел на вот это... На счетки на его. Через диод запитывается на вход. Запитываем на вход. Что у нас происходит? Происходит, значит... Мотор... Вот этот... Второй генератор у нас, значит... Берет... Вот это вот все. То есть... То есть... Нагрузку... То, что... Нагрузка... Самого... И самого себя, и все нагрузка, и вот этот мотор плюс. И должен это все прокрутить. То есть, само себя, и вот... Вот с этим мотором, и с этой нагрузкой. Потому что... Ток так пошел, получается. Он должен вот все, все, все прокрутить это. То есть прокрутить само себя. Так как... Уже здесь, когда мотор подключен, здесь нагрузка увеличилась. Потому что вот это... Значит, он уже само себя должен прокрутить все вместе. Конечно, получается, что самозапит по такой схеме невозможен. Но... В итоге, что удалось добиться по схеме такой... Экономия, значит, электричества... Где-то на две трети... То есть счетчик вот этот... Крутит... Крутит один период... Два периода стоит. То есть отсюда поступает все-таки... Но, конечно, ему не хватит генератора. Ему надо, значит, запитать мотор, генератор, потребитель. И еще раз. И самого себя с этим. То есть он потребитель, а потом мотор питает. А потом самого себя с потребителями с мотором уже второй раз. То есть ему надо самого себя. Никак в них не выйдет такая система. Поэтому сейчас ожидаем ионистеры. То есть первое, что я рисовал. СР-1, СР-2. Вот эта система более-менее. Пока не было. Вот я, ты говоришь, решил все-таки без обществе, без этих. И вот что вышло. То есть какой результат, значит. Самозапит при такой схеме добиться нельзя. А вот сэкономить две третих можно. А уже полностью автономный можно добиться, накапливая эту энергию в батареях или в ионистерах. И тут же отдавая то, что был запас. Как я рисовал схема 1, схема 2, то есть через инвертор. То есть когда будет здесь батарея, как вот рисовал, будет, значит, накапливаться батарею. Вот. Одна батарея 2 питает систему. И потом, когда батарея 1 просядет, переключить, сделать, значит, реле, будет приключение. Или же ионистер будет запитывать всю схему. Ионистер вместо выпрямителя, вместо батареи, ионистер 2, это будет лучше тем, что будет быстро заполняться это всё. И автоматически переключаться. То есть на этом сегодня заканчиваю. Вот такие результаты. До свидания. Продолжение следует...